Здравствуйте! В эфире новости в студии Олеся Акинфеева сегодня в выпуске. Пол жизни посвятил школе. Почетный гражданин города Владимир Телегин отмечает 80-летний юбилей. Что таит площадь Ленина? Археологи обнаружили фундамент старинного здания. На дачу с ветерком в Фенино в скором времени появится асфальтированная дорога. Сегодня свой 80-й день рождения отмечает почетный гражданин города Владимир Телегин. Поздравила его и глава округа Юлия Купецкая. Подробности в нашем репортаже. Владимиру Телегину сегодня исполнилось 80 лет. 42 из них отдано школе. Педагогическую карьеру Владимир Григорьевич начинал учителем истории и физкультуры. Затем на протяжении 31 года работал директором 10-й школы. Поздравить юбиляра приехала глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая. Я думаю, что почетному гражданину, человеку, который столько много всего сделал и 30 лет был директором школы, книга о городском округе Серпухов, это будет очень нужный подарок. А может быть, вы нам подскажете, и в новую книгу войдут еще какие-нибудь интересные истории. В детстве Владимир Григорьевич мечтал стать военным. Но после школы некоторое время работал на автозаводе, отслужил три года в армии и поступил в педагогический институт. С той поры профессии уже не изменял. По его стопам пошли дети, дочка, сын и внучка. Уже четыре поколения Телегиных выбирают для себя педагогику основным делом жизни. Если бы сейчас жизнь началась сначала, я бы не поменял свой жизненный путь. Работа была для меня всем, это жизнь моя. Я считаю, что директор школы – это человек государственный, которому государство доверило, воспитывал детей. Сегодня утром в гости к юбиляру заглянули и директора серпуховских школ. Председатель комитета по образованию, профсоюзный лидер с подарками и поздравлениями. Вечером на праздничное мероприятие Владимира Григорьевича пригласили выпускники 10-й школы 1977 года. Мой был первый директорский выпуск, а жена была классный руководитель там. И мы с ними поддерживаем связь в течение всей жизни. Им сейчас по 60. Это и есть, допустим, вдохновение и удовлетворение своей работой, потому что ребята помнят, и я их помню. В жизни юбиляра были и сложные моменты, и в работе, и в личной жизни. Но как директор коллектива он всегда держал удар и не давал слабины. Строгий, справедливый, с живым, горящим взглядом. Дочь Екатерины считает, что в главном ее папа не изменился, несмотря на почтенный возраст. Он такой же динамичный. Вот если кто-то услышит мои слова, они, наверное, улыбнутся. Он по-прежнему не теряет чувства юмора, не теряет молодое восприятие жизни. Он современный человек, я так скажу. Это очень ценно. Еще один важный штрих к портрету юбиляра. Владимира Григорьевича всегда любили близкие, коллеги и дети, которых невозможно обмануть. По следам личного приема сегодня глава муниципалитета Юлия Купецкая побывала в двух дворах и обсудила с жителями, какие виды работ нужно выполнить, чтобы решить их наболевшие проблемы. Здесь у нас постоянно вода. Первый, второй, хоть и маленький дождь, до второго подъезда всегда стоит вода. До того вода наливается, что вы можете в второй подъезд поставить. У нас там электрощит стоит. Двор на Советской 99 затапливает сильный дождь. Жильцы пятиэтажки рассказывают, как боролись со стихией. Даже выкопали траншеи в полисаднике, но это не спасло от затопления. Вода попала в подвал. Ливневой канализации в этом дворе никогда не было, да и в фундаменте нет гидроизоляции. Вдобавок ко всему, канализационные сети требуют ремонта. Глава вместе с жильцами осмотрела квартиры на первом этаже и подвал. Еще вчера в него невозможно было зайти. Вода с фекалиями стояла по щиколотку. Воду управляющая компания откачала и даже посыпала сырой пол хлоркой. Но это не решение проблемы. Жилищная инспекция взяла вопрос на контроль. Лежак канализационный, система канализации не герметична. В связи с этим с двора канализация пошла в обратную сторону. Управляющая компания отреагировала. Засор устранен. Осушен подвал, проведена дезинфекция. Но при подготовке дома к ОЗП, когда управляющая компания предоставит нам паспорт готовности, мы возьмем на контроль этот квартирный дом и проверим, как будет он подготовлен к осенне-зимнему периоду. Требуется ремонт канализационных сетей и строительство ливневки во дворе. Если первая задача – зона ответственности коммунальщиков, то вторая – муниципалитета. Юлия Купецкая дала поручение составить проектную документацию и посчитать стоимость работ. Мы сейчас посмотрим, что по стоимости, для того, чтобы можно было. И дальше уже будем. Вот Юрий Павлович, что стоит депутат от вашего округа. Что по следующим уточнениям мы посмотрим вопрос по ливневной канализации. Ну, поэтому, да. Жители первого этажа страдают не только от зловоний, идущих из подвала, плесени от сырости на стенах, но и за отсутствие дневного света. Мама трех детей готова сама взять пилу, чтобы обрезать ветки кустарников. Проблема решаема, подчеркнула глава. Разрешение на спил аварийных кустарников управляющей компании дадут. А вот магазин «Пятерочка», расположенный с торца дома, получит административный штраф за многочисленные нарушения. Мусор по периметру, фасад разрисован. Конструкция на крыше не закреплена. При этом рядом с магазином находится детский садик. Вызываете собственника по поводу фасада. Посмотрите, что. Вот вы просто посмотрите. Трава между дошкольным учреждением и торговым объектом не окошена. А здесь, в тени деревьев, явно появился несанкционированный туалет. Запах жуткий, куча бутылок. Глава дала поручение навести порядок срочно. Виновных наказать. Встретилась Юлия Купецкая сегодня и с жителями Комсомольской 4. Люди просят уложить здесь пешеходную дорожку, чтобы безопаснее и комфортнее добираться до автобусной остановки. Работы по благоустройству дорогостоящие, необходимо их выполнить комплексно. Если делать тротуар, то нужно делать и парковку, предложила глава муниципалитета. Тротуар делать, и покончить людей. Его если делать, то его делать так, как положено. Если мы его делаем вдоль дороги, как положено, мы с вами упираемся вот сюда. Мы-то, конечно, просим вот-вот, не задумываясь о том, какие нормы. А здесь условия технические. Мы будем отвечать за эти нормы. Самое главное, мы сейчас его вот сюда выведем, завтра у вас пойдет вода, начнет стоять вот здесь, когда мы сейчас со двора приехали. То есть это нужно вот так вот все проложить, и опять же, чтобы вы в лужине оказались с этого тротуара. Составить проектную документацию и включить план работ на следующий год. К этому совместному решению на встрече и пришли. Текущую ситуацию по долгам обсудили сегодня с управляющими организациями на совещании в администрации. Его провел заместитель главы администрации Олег Сотник. В ходе встреч участники проанализировали платежи ресурсоснабжающим организациям. Объем денежных средств, который предъявлен по плате в текущем году, он значительно выше прошлогоднего. Из объективных причин повышения объема денежных средств, кроме роста тарифа, естественно, поскольку он у нас вырос на 6%, это однозначно дает сразу рост. И следующий момент, это у нас останок котельных в этом году перенесен с июня на июль. Следовательно, у нас все котельные работали, восстановленных не было. И поэтому объем потребления услуги значителен. Перед «Газпром» и «Цеплоэнерго» управляющие компании полностью не выполнили свои обязательства. В списке должников 5 коммунальных организаций. Из начисленных за июнь 19 миллионов оплачены только примерно 15. По прямой доплаты выше около 90%. В этот канал сервиса управляющей компании перечислили сумму в 5 миллионов, а это лишь половина начислений. Помимо этого, на совещании обсудили вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. Также были озвучены проблемные моменты организации сбора и вывоза мусора. В ходе совещания было решено провести заседание с судебными приставами по вопросам работы с должниками. Подземные тайны в историческом центре города. Что обнаружили на месте сквера на главной площади Серпухова? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа. Знали, что он здесь есть, поэтому копали аккуратно. Но то, что все-таки она найдется, это был сюрприз для всех. До 1934 года на месте нынешнего сквера стоял храм Александра Невского, заложенный в конце 19 века. Какой была сама святыня, сейчас можно лишь представить. Храм был небольшой. Всего лишь 7 сажений длиной, 12 в ширину. Поэтому архитектор отступил от первоначальной задумки и исключил из планировки помещение трапезной. Однако в ходе преобразований в то время в городе места храму не нашлось. Художник Бузовкин делает план реконструкции старой части города. Главная торговая площадь, тогда площадь третьего интернационала попадает в этот план. И в 1934 году остатки, разбирали его несколько лет этот храм, остатки храма скрываются под землей. В ходе современной реконструкции площади имени Ленина удалось обнаружить, что уцелел фундамент святыни. Когда была демонтирована старая плитка, обнаружились контуры каменной кладки. По архивным документам, здесь когда-то была церковь, об этом памятный камень, установленном в сквере, поняли, что здесь. О находке уведомили Институт археологии Российской академии наук. Приехали три специалиста, прошлись по контуру церкви, откопали, полностью оголили всю каменную кладку, сняли фактические размеры, все точки, углы, повороты отрисовали. Теперь эта информация будет занесена в архивные данные и передана потомкам. Археологи взяли образцы строительных материалов для исследований, а территория станет местом для отдыха с частичкой истории. Здесь будут проходить два тротуара, шириной 3 метра и 2 метра. Здесь будет установлена скамейка трехуровневая, для того, чтобы люди могли сидеть, смотреть на это место, ну и просто отдыхать. Напомним, что работы по реконструкции площади имени Ленина планируют завершить в сентябре текущего года. На дачу с ветерком к Фенино и к пяти СНТ близ деревни совсем скоро можно будет добираться по асфальтированной дороге. Подробности у Маргариты Кирикович. Дорога для жителей Фенино действительно как дорога жизни. О том, что сельчане от большой земли отрезаны, особенно в зимнее время, они жаловались многие годы прежней власти. Отремонтировать ее даже не обещали, советовали. Это интервью, например, мы брали в конце 2017 года. Одевайте сапоги, вы живете в деревне и ходите в резиновых сапогах. От разбитой до основания дороги страдали и московские дачники. Здесь располагается пять СНТ. Люди услышаны были только после объединения в округ. К СНТ кедр, СНТ семья. Дорога будет отремонтирована капитально. То есть здесь будет наконец твердое покрытие асфальтобетонное. Учтены обязательно строительство искусственных сооружений, таких как водопропускные трубы, лотки. Дорога будет шириной 4,5 метра. Протяженность почти 2 километра. Основная часть дороги, да не основная, целиком полностью идет через деревню Фенино. Дорогу приводить в порядок начнут уже в августе. На 90% средства на капитальный ремонт из регионального бюджета. Потрачено будет 47 миллионов. И местные жители, и дачники новую дорогу очень ждут. Все ждем. У нас не было дороги по существу. Были просто мука. И приезжать к нам не хотели, потому что ломают машины. Мы ждем вообще 15 лет эту дорогу. Это какой-то кошмар. Мы уже разбили здесь две машины. Мы просто благодарны администрации. Спасибо большое. О том, как будет ремонтироваться, одна из самых проблемных и ожидаемых дорог в округе, мы будем рассказывать в наших репортажах. В микрорайоне Ивановские дворики расширили систему ливневой канализации. В настоящий момент идет монтаж дождеприемного колодца. Ранее после дождя на пересечении бульвара 65 лет победы и московского шоссе образовывалась большая лужа. После проведения работ ситуация должна измениться. Данные работы проводятся методом так называемого прокола. То есть, чтобы не скрывать съезд с московского шоссе, асфальтовую часть, мы под ней прокалываемся. То, что проходит по газону, будет копаться вручную в связи с тем, что там проходит много коммуникаций. Кабели, связь, газ, вода, все есть. В этом году у нас очень дождливое лето, и проблема стала еще острее. В связи с чем, администрация города изыскала средства для реализации данного участка ливневой канализации, для его монтажа. Чтобы, наконец-то, мы избавились от этой лужи. К концу июля работы по монтажу нового участка ливневой канализации должны быть завершены. Что стало причиной появления голубых пятен на поверхности Дракенского карьера? Возникли они по заверениям отдыхающих после выходных. Сегодня на место происшествия к СНТ «Приокские зори» выехала комиссия в составе государственного инспектора Министерства экологии и природопользования Московской области, сотрудников ГОЧС и специалистов управления экологией городского округа. Они взяли заборы воды из водоема. Находиться у водоема даже в такую знойную погоду сегодня мало приятного. Берега его потеряли обычный цвет. Впечатление, словно кто-то вылил в Дракенский карьер некую жидкость. Первыми это заметили отдыхающие у водоема дачники СНТ «Приокские зори». Один из них Юрий Волков – химик по образованию. Я вижу, что это не нефтепродукт, потому что нету радужной пленочки. Это больше на отработанное какое-то пищевое. Может быть отработанное какое-то подсолнечное. На ощупь я посмотрел, запаха нету. Такой вот марселенистый есть оттеночек. Но не нефть, не нефтепродукт. Но это просто предположение. А что же случилось на самом деле с водоемом? О ситуации на Дракенском карьере жители сообщили в администрацию округа. Вчера в районе 14.00 обратились приемные главы городского округа Серпухов с заявлением о том, что предположительно были разлитые химические продукты, содержащие бензин. Управление экологии совместно с ЕДДС, совместно с АСС Юпитер, ГОЧС и МОСОБЛ ВОДХОС выехали на место. По прибитию было обнаружено действительно то, что было загрязнение. Квадратура намного меньше. Не было никаких признаков по органолептическим показателям. Отсутствовал запах мор рыбы. Вода была действительно мутная, зеленого цвета. На следующий день Дракенский карьер уже осматривал госинспектор Министерства экологии и природы пользы в Московской области Александр Евсегнеев. По факту разлива сначала сказали, что это нефтепродукты. Потом сказали, что это, видимо, краска. Все это произошло вчера. Мы вчера получили сигнал. Было возбуждено административное дело по данному факту. Сегодня мы здесь в лаборатории, чтобы отобрать пробы этого вещества. Забор проб воды занял около часа. Процедура эта непростая. Анализы взяли в самых загрязненных местах. Сигналов о том, что произошел сброс с какого-то объекта промышленности, сочистных, ничего, такой информации не поступило. Если будет информация какая-то у местных жителей, администрации, у кого угодно, мы будем благодарны, если ее представят по поводу источника, откуда это взялось. Данный продукт, который был непосредственно в Драгинском карьере, он ушел. Он опустился, скорее всего, вниз. Но это, опять же, выявит лаборатория. То есть сейчас площади квадратуры загрязнения в разы меньше, чем была вчера. Но, опять же, анализ ПРО все покажет. Окончательный вывод, что же стало источником загрязнения Драгинского карьера, можно будет сделать после лабораторных исследований. Планируется, что результат будет готов на следующей неделе. Держать себя в тонусе. В Серпухове становится все больше мест, где молодежь активно занимается воздушно-силовой атлетикой, другими словами, воркаутом. За тренировками наблюдал Илья Сиразов. На дворе лето, а это значит, что сейчас самая пора для занятий спортом. Во дворах и в парках Серпухова есть специализированные площадки, предназначенные для тренировок по воркауту. Ребята рады тому, что у них в это время есть возможность на свежем воздухе заниматься любимым делом. Здесь ты приходишь, и ты, ну, фактически предоставлена сам себе. Просто дружеская компания. Тренер также является твоим другом. Вот, и у тебя огромное пространство для творчества, да? Тренер не указывает тебе, что делать, а просто как бы наставляет на путь истины. Все упражнения ребята выполняют с азартом и интересом. Каждый из них учится чему-то новому. Есть базовые элементы, такие как подтягивания, отжимания и поднятие тела на врусьях. Так и специализированные. Например, отжимания с поворотом корпуса. Помимо индивидуальных тренировок, есть и групповые занятия. Ребята становятся в стойку. Один из партнеров, опираясь на оппонента, держит баланс в воздухе, а второй с отклонением назад пытается устоять на ногах. Буквально вот прям в конце 2018 года, в декабре месяц, нас уже признали как официальный вид спорта. Вот, поэтому выходим на новый уровень. То есть соревнований больше проходит и более масштабных уровней, как бы. Поэтому растем. Растут в мастерстве и спортсмены, и их результаты. Серпуховичи стараются не пропускать ни одного соревнования по воздушно-силовой атлетике. Уже в августе спортсмены планируют принять участие в турнирах в Москве и в Пущино. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за информацией в сети интернет на нашем сайте, на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Силят работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады. Собственное производство. Контроль качества на всех этапах изготовления и установки. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога. Вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова